Девушки отдыхают Привет, пчелёна Я вам тут свежего нектара принёс Спасибо О-о-о Генерал Шер, это вы? Да, ну разве не красавец? Хе-хе, в молодости я был очень сильным Ух ты, я тоже хочу быть сильным Мы тренировались на специальной полосе препятствий Хочешь, построим тебе такую же? Конечно, хочу! Ух, повеселимся И потрудимся? Давай покажу, как её проходить Конечно, покажите, пожалуйста Вот это да! Как здорово у вас получается! Попробуй, пчелёнок Ты тоже сможешь? Опа! Молодец! Пчелёнок, попробуй ещё раз И у тебя всё получится Нет Я думал, проходить полосу препятствий будет весело Но она слишком сложная Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе Хе-хе-хе Лунтик, Лунтик! Смотри-ка! А-а-а! Здорово! Дедушка Шер, пчелёнок, это вы построили? Да, это полоса препятствий Но мне её не пройти Ребята, а давайте-ка вы пройдёте полосу препятствий Всем вместе! Давайте! Оп! Оп! А-а-а! Раз, раз! Опа! Ой! Давай ещё разок У тебя получится Молодцы! А теперь через яму И-и-и-и Оп! Опа! А-а-а! Верь в себя! Не сдавайся, пчелёнок! Ого! У меня получилось! Ура! Ура! Отлично! Теперь на скалодром! Ой! Это самое трудное! Давайте немножечко отдохнём! Не сейчас! Пчелёнок! Не бойся! Вперёд! О-о-о-о! Давайте! И мы справимся, пчелёнок! Хоп! Хоп! Ха-ха! Пчелёнок! Не сдавайся! Давай! Ага! Оп! Ха-ха! Получилось! Отлично! Молодец! Молодец, пчелёнок! Ты справился! Так держался! Я тоже смог! Но почему? У меня же ничего не получалось! Пчелёнок! Когда рядом с тобой друзья и сильные соперники, ты делаешь даже то, чего раньше не мог! Ну что, пройдёте полосу препятствий ещё раз? Да! Сегодня мы узнали, что если на нашем пути появляются препятствия, хорошие друзья помогают нам их преодолевать! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Футбольный матч! Опа! Давай! Ай! Опа! Бас! Ха-ха-ха! Ух ты! У вас отлично получается! А давайте устроим настоящий футбольный матч! Хе-хе! Для этого нужно настоящее футбольное поле! Да! С этим я вам помогу! Классно! Ух ты! И потом в игре я могу быть судьёй! Отлично! Ого! Что это у вас? Привет! Будете играть с нами в футбол? Будем! Но мы не знаем правил! Это просто! Играют две команды! У каждой свои ворота! Нужно забить мяч в ворота другой команды! И не дать соперникам забить в твои ворота! Вот и всё! Ха-ха-ха! Теперь понятно? Привет, ребята! Опа! О-о-о-о-о! А-а-а! О-о-о! 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 Хе-хе-хе! Тренируйтесь! Ха-ха-ха! Мы вас победим! О-о-о! Лунтик! Ты защитник! Не подпускай их близко к нашим воротам! Хорошо! Первый начинает команда Луны! Опа! Ха-ха-ха! Давай быстрее! Лунтик! Лунтик! Отбирай! Отбирай! Пучок! Лунтик! Пасуй мне! Давай сюда! Баба! Го! Ха-ха-ха! Опа! Пас! Сюда! Мне! Простите, ребята Я нечаянно Давай мне! Опа! Ой-ой-ой Стоп, игра Кажется, Пчелёнку нужна помощь Пчелёнок, ты чего? Я, похоже, ногу подвернул Нога цела Но играть я пока не смогу Какая досада Хе, отсюда ты в их ворота не попадёшь Спорим? Попаду! И я! А? Я поймал его! Ура! Ребята, давайте я встану на ворота Давай! Вы готовы играть в меньшинстве? Да! Отобрал! Ха-ха! Лучик, молодец! Ха-ха-ха! Опа! А-а-а! Молодец! Ура! Ура! Лучик! Лучик! Лучик, давай! Молодец! Лучик, молодец! Опа! Ура! Есть! Ура! 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 Матч закончен За счётом пять с один победила команда Луны Ура! 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 А ведь сначала я пытался быть защитником. Но теперь я понял, что быть вратарём даже интереснее. И у меня получается. Давайте ещё сыграем! Давайте! Если у тебя что-то не получается, не стоит отчаиваться. У всех нас есть таланты. Главное понять, что у тебя получается лучше всего. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Тыквенная вечеринка. Столько ещё надо увидеть. И столько успеть. Она вообще никогда не устает. О, а это что? Ну, одуванчик же! Фу, горько! Не нужно есть всё, что видишь. Ты сначала нас спрашивай. Хорошо. Стой! Это же дикий огурец! Его можно есть? Нет! Значит, с ним можно поиграть. Ой! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Посмотрим, что тут ещё есть. Ай-яй-яй! Ой! Ай! Пупсень, Пупсень! Смотрите, что я нашла! Ого! Пиква! Сокровище! Это можно есть? Даже нужно! Устроим пир! Ха-ха-ха! Как же её есть? А вот так! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! 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 Не могу больше. Я объелся. М-м-м... Вкусно! Ой! А ведь из этой тыквы можно сделать для меня домик! Ай! Ой! Что случилось? Луна, как ты попала в нашу тыкву? Вашу тыкву? Это наша тыква! Это же мы с гусеницами нашли её! Да, но мы с корней корнее, чем её вырастили. Как раз собирались вот тыквенный пирог испечь. Хм... Интересно. Хватит ли теперь тыквенный пирог? Как пирог? А я хотела из неё домик сделать. Кто сказал тыквенный пирог? Мы его обожаем! Я был первым! Нет, я! Нет, я! Ребята, перестаньте! Мультик! Бегу! Ребята! Луна! Прыгай Спасибо, Лунтик Мой домик Наш пирог Так давайте тыкву вытащим А? Ребята, делайте вот такую петлю Кидаем петлю на хвостик, затягиваем и тащим тыкву на берег А ну-ка я попробую Не получается Хм, давайте-ка мне ваши веревки Хм, 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 Хм... Получилось! Ура-ура! Добро пожаловать в мой новый домик Угощайтесь Сегодня все остались довольны У Луны появился игрушечный домик А Лунтик с Корнеем Корнеевичем испекли пирог Привет, я Лунтик Я снова с вами Сыщик Кто там? Кузя? Я не просто Кузя, я детектив Кто? Сыщик, я расследую преступление Ой, у нас в лесу случилось преступление? Ничего у нас не случилось Пока я просто слежу за всеми Вдруг, ну мало ли чего Кузя, а за мной зачем следишь? Ты думаешь, я преступник? Да какой из тебя преступник? И вообще, у нас в лесу нет преступников И преступлений, наверное, никогда не будет А я так хотел стать сыщиком География Прости, пчеленок Кузя раскроет преступление И мы вернем тебе географию Так, русский сделал По географии ничего не задали Теперь математика Кузя, я прямо вот чувствую У нас в лесу все-таки случилось преступление Идем, идем Привет Здравствуй, пчеленок Ну? Что ну? Как дела? Да вот, уроки делаю И все? Что все? Ну, все ли у тебя в порядке? Да-да, все в порядке Русский сделал, математику решаю Прости, Лунтик, ты меня отвлекаешь А у тебя ничего не пропало? Нет А может, у тебя книжка какая-нибудь пропала? Ну, например, про географию Да ничего у меня не пропало Это самое настоящее преступление Ты должен его расследовать Вот Так, что пропало? У меня пропала золотистая краска Так, так, так Где ты видел краску последний раз? На столе Судя по обстановке, краску тщательно искали Почему ее сразу не заметили на самом видном месте? Так, так Окно открыто Кто-то влез в окно и стащил твою краску Под окном наверняка следы преступника Лунтик, тут только твои следы Погоди-ка О, Лунтик, это же настоящая улика Преступник на месте преступления потерял книгу География Чья это книга? Лунтик, представляешь, ты у меня географию просил почитать А она пропала Пчеленок, а ты случайно живописью не увлекаешься? Ну, я люблю рисовать А где ты был, когда случилось это? После обеда Вот, после обеда, где ты был? Уроки делал И свидетели есть? Какие еще свидетели? Кузя, ты чего ко мне пристал? А не эта ли география у тебя пропала? Это? Зачем ты ее у меня стащил? Я стащил? Это ты стащил у Лунтика краски Все, я тебя разоблачил Кузя, ну ты говори, да не заговаривайся Подождите, не ссорьтесь Никто из вас преступления не совершал А ты откуда знаешь? Я откуда? Ну, не знаю откуда Да ниоткуда я не знаю Просто знаю И про то, что география у Пчеленка пропала, ты знал И лежала она под твоим окном А следы около Ивы только твои И все сходится, Лунтик Это ты! Что я? Это преступление совершил ты, Лунтик Кузя, ты разоблачил преступника Ничего не понимаю Что здесь происходит? Пчеленок, это Лунтик взял твою книгу Как ты мог? Лунтик, зачем ты это сделал? Подожди А краску тоже ты стащил? Сам у себя? Точно! Кузя, какой ты молодец! Прямо настоящий сыщик! Ура! Лунтик объяснил друзьям, что он все подстроил Потому что очень хотел помочь Кузе стать сыщиком Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Талант Привет, Лунтик! Привет! Я тут такое прочитал! В книге написано, что индейцы давали имя не просто так Каждое имя что-нибудь значило Если у тебя есть какой-нибудь талант, тебя так и называли А у тебя, Кузя, какой талант? Ну, я не уверен Мне нравится имя Зуркий глаз Так индейцы называли тех охотников, которые всегда попадают в цель А как мне узнать, какой у меня талант? Пошли играть в индейцев и все узнаем Если индейц был сильным, его называли могучая река или большая гора Это здорово! Называть себя по своему таланту О, смотри! Я, кажется, вижу добычу! Высоко висят! Не получается! Слишком высоко! Я тоже хочу попробовать! Ой, я попал! А ты говорил, не знаю свой талант А сам? Извини, Кузя Я правда не знал, что так умею попадать в цель Значит, это ты и есть настоящий Зуркий глаз А не я А что же тогда могу я? Не переживай, Кузя Мы обязательно узнаем, в чем твой талант Вот только надо ягоды, то есть добычу, домой отнести Ну, это мне под силу О, точно! Придумал! Я как могучая река вмиг их донесу до дома Здорово, малышня! Здравствуйте! Что это у вас на голове? Смотри, Вупсень, ягоды! Мы с Кузей играем в индейцев, а ягоды наша добыча Мы тоже хотим в индейцев играть! С добычей! Хорошо, только эту добычу надо домой отнести О, это мы мигом! Поп-па! А, может, мы лучше съедим ягоды? Да-да, давайте съедим! Ягодка! Вупсень и Пупсень гораздо сильнее меня Это им больше подходят имена Могучая река и Большая гора Это что за имена такие? Индейские имена, которые дают не просто так, а за какой-нибудь талант Да, это точно, мы сильные, как Могучая река и Большая гора Вот, смотрите! Да, точно! Давайте охотиться на одуванчики! Оп! Так не честно, ты, Кузя, слишком быстро бегаешь! Лунтик, я, кажется, нашел свой талант! Быстрый как ветер, как тебе такое имя? Мне нравится! Здорово! Быстрый как ветер поймает все одуванчики! Привет, ребята! Привет! А во что вы играете? Мы играем в индейцев! Хочешь с нами? А что я должна делать? Охотиться! Мы начали охоту на одуванчики! Вперед! Ура! Вперед! Вперед! Ура! Я поймала! Ну вот, оказывается, ты, Мила, быстрее меня! Скорость – это твой талант! Как здорово! Талант! А у тебя разве таланта нет? У меня нет, это точно! Кузя, пойдем играть! Я научу тебя попадать в цель! Нет, Лунтик, я не смогу! Я не могу попасть в цель! Я не сильный, как Вупсень-Пупсень! И Мила быстрее меня! У меня нет никакого таланта! А может быть… Помогите! Помогите! Я, кажется, запуталась! Могучая река! Большая гора! А-а-а-а! Не надо трясти! Мила, мы тебе поможем! Погоди минуточку! А-а-а-а! А-а-а! Ой-ой-ой! Ой! Не получается! Кузя, придумай что-нибудь! Хм! А-а-а! 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 Ну вот, кажется, все! Спасибо, Кузя! Ура! Молодец, Кузя! Ты очень ловкий, Кузя! Индейцы бы тебя назвали Ловкий Попрыгун! Ловкий Попрыгун? Мне нравится! И очень тебе подходит! Ха-ха-ха! Ловкий Попрыгун! Здорово! Ха! У каждого есть особые умения, свой талант. И он обязательно раскроется, если его искать. Ведь Кузя даже не подозревал, что он самый ловкий из своих друзей. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Панамка. Ох, как сегодня жарко! Вы на улицу? Угу. Подождите. Вот, носите и не снимайте, а то голову напечет. Ха-ха-ха! Какой у тебя смешной вид в этой панамке! Нормальный вид. В такое пекло так и надо ходить. Ох! Кузя, ты что? Баба Капа сказала не снимать панамку. Лунтик! Ну, посмотри на меня! У меня такой глупый вид в ней! А по-моему, ты очень даже милый. Это девчонки должны выглядеть мило. А мы с тобой выглядим глупо. Так что давай, снимай эту панамку и пошли играть. Нет, вдруг мне голову напечет. Ну, как хочешь. Ха-ха-ха! 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 Догоняй! Ха-ха-ха! 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 Кузя, может, все-таки наденешь ее? Смотри, пчелята тоже в панамках сидят. Ха-ха-ха! Какие вы смешные в этих панамках! Мы же целый день под солнцем сидим. Вдруг солнечный удар будет. Это вам хорошо. Захотели и в тень спустились. Точно, Кузя! Давай по тропинке пойдем. Там тень есть. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Здравствуйте, дядя Корней! Ха-ха! Зачем вы в панамке? У вас же каска есть! В каске жарко, а панамка легче и от солнца защищает. А ты зачем свою снял? Голову же напечет. Не напечет! Я в тени! Пошли, Лунтик! У дяди Корней вид еще смешнее, чем у пчелят. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Здравствуйте, дядя Шнюк! Здорово! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ты чего, Кузя? Ха-ха-ха! С картиной что-то не так? Да нет, все хорошо. Мне просто весело. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха! Картина как картина. Что тут смешного? А? Кувшинок много, что ли? Ха-ха-ха! На нашей полянке нет тени. Тебе придется надеть панамку. Не хочу. Ой, Лунтик! Какой ты милый в этой панамке. Правда? Да. А ты, Кузя, почему свою не надеваешь? Ты, наверное, тоже будешь мило смотреться. Нет, я буду смотреться глупо, как и все мальчишки в панамках. Это только вам, девчонкам, они идут. По-моему, лучше смотреться глупо, чем получить солнечный удар. Да уж. Кузя, может, тебе все-таки надеть панамку? Ведь тебя здесь никто не увидит, кроме меня. Слушай, Лунтик, ничего страшного не случится. Вот увидишь. Давай уже играть. Ха-ха-ха! 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 Ой! Ха-ха-ха! 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 Кузя, что с тобой? Я же просила не снимать панамку. Кузе не нравилось, как он в ней выглядит. А сейчас пострадали и внешний вид, и самочувствие. А могло быть еще хуже. Кузя, обещай, что будешь носить панамку, когда тебе скажут. Обещаю. Теперь Кузя не считает, что носить панамку глупо. Глупо заботиться о внешности в ущерб своему здоровью. Кузя, ты мне все-таки скажи, что было смешного в моей картине? Ха-ха-ха! Сначала ваша панама мне показалась смешной, а теперь она мне нравится. А-а-а, это панама моей бабушки. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Наконец-то очистила. Баба Капа, можно я тоже что-нибудь почищу? Хм, можешь почистить этот кран. Деда Шер, можно я почищу раму картины? А? А можно-можно, Лунтик? Ха-ха! Деда Шер, можно я еще что-нибудь почищу? Чисти, Лунтик, только не мешай. Хм. А-а! Лунтик, что ты делаешь? Я просто решил почистить подзорную трубу. Ее нельзя так чистить. Ты поцарапаешь увеличительное стекло. Да? Ну ладно. Пойду на улице что-нибудь почищу. Что же можно почистить до блеска? А-а! А если раковину рака почистить? М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м почистить я хочу почистить а что за шум это все он виноват испортил крышу ах что это с моей крышей что случилось здравствуйте, Пискарь Иваныч я чистил крышу тети Моти вы представляете что произошло кажется я представляю похоже кто-то заигрался и чистит все что попадается ему на пути простите я больше ничего не буду чистить слушай, Лунтик а не мог бы ты почистить наши большие часы на площади часы конечно он все испортит не думаю готово теперь у Лунтика полно вещей которые можно начистить до блеска а главное все этому только рады однажды на Луне родился необычный малыш я родился и случилось так что он попал на землю где нашел много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем привет Кузя что ты делаешь? тссс я играю в прятки прятки? пчеленок я тебя вижу ты на цветочке а где Кузя? а где Кузя? пока не знаю мила Кузя здесь ага это не считается меня Лунтик выдал Лунтик ты что не знаешь как в прятки играть? нет а как? нужно так спрятаться чтоб тебя никто не видел никто не видел ладно я вожу раз два три четыре пять шесть лунтик что ты стоишь? прячься девять десять я иду искать прятки челенок я тебя вижу ты на ромашке надо прятаться так чтобы никто не видел лунтик лунтик ах 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 хм показалось фу дядя Корней чуть меня не увидел ой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля мешта нужно где-то гну и узоры на плету только бы дядя Шнюк меня не увидел а растяну сейчас я сеть а все придут ее смотреть все придут смотреть эй о эй эээ ха Кто это? Как всё-таки тяжело прятаться Хорошая чучела Так, глаза мы сделали Осталось сделать рот Ага, сейчас я сделаю огромную дырку в середине А-а-а! Оно живое! Куда же делся Лунтик? Может он заснул? А вдруг он заблудился? Вдруг потерялся? Давайте попросим взрослых нам помочь Что же меня не ищут? Когда же эти прятки закончатся? Я уже проголодался Лунтик, где ты? Внучек, выходи! Лунтик, игра закончилась! Лунтик! Всё, я больше и не могу Я устал и есть хочу Я тоже! И я! О-о-о-о! Хорошо, давайте поужинаем у нас, а потом продолжим поиски Э-э-э! 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 Чур, я не играю! Просто я проголодался и решил поесть Я уже закончил! Давайте дальше играть! Нет-нет-нет! Э-э-э-э! Лунтик, ты неправильно играл! Нужно прятаться в одном месте И только от тех, с кем играешь! Вы же говорили прятаться так, чтобы тебя никто не видел Мы что, действительно так сказали? Да! Ах, так вот в чем дело Вы просто неправильно объяснили Лунтику, как играть Да, похоже мы сами виноваты Не расстраивайтесь, ребята Теперь Лунтик знает правила Да, знаю! И завтра вы снова сыграете в прятки Вот и отлично! Давайте скорее чай пить Кто бы мог подумать, что правила так важны? Но если о них не договориться заранее То может быть большая путаница Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Клей Так... Клей все держит, да? Да... Только я его заварил, многовато Теперь нужно вынести Ой, боюсь, не донесу Я вынесу клей Каков молодец Это же Лунтик! Лунтик! Кузя, осторожно! Извини, я не хотел тебя пугать Ничего, главное, что ты в клей не упал Клей? Я же мог прилипнуть Посторонись, малышня И видите, мы идем на нашу поляну Сюда нельзя идти Как это, нам нельзя? Надо подождать, пока высохнет эта лужа Гусеницы грязи не боятся Я... Вот именно Но это клей Спасите! Помогите! Замуровали! Вы здесь погибли! Простите, я случайно его пролил Теперь мы застряли тут навсегда Сейчас я вас вытащу Хватайтесь! Сейчас, подождите! Держите! Похоже, вы сильно влипли Это все из-за вас! Да, у меня скоро будет солнечный удар! А я даже в тенек отойти не могу Ой, сейчас я сделаю вам тенек А я лично есть хочу! Я, кстати, тоже Я могу принести вам листья Смотри, мы едим только свежие листья с нашей поляны Может, вам еще что-то нужно? Еще? Пожалуй, нужно Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням а в данном случае все не могу больше кажется клей застыл ура теперь мы вас отколотим что? да отколотим вас от клея все готово а по вашему это все? а как ходить? не знаю может деда шер поможет так тащите нас к нему что вы нас тащите еле-еле мы вон прыгаем и то быстрее а а а стойте а а тонем я вас спасу спасите помогите а тонем а вы освободились вот здорово здорово сейчас вы у нас получите за что? что мы сделали? вы вы ааааа вы не пускали нас в клей вытягивали из лужи таскали нам еду делали тенек а а потом мы чуть не утонули но лунтик нас вытащил и мы освободились от клея и за это нужно сказать спасибо а да ну вас пупсень пошли отсюда мы еще встретимся до встречи может гусеницы и хотели сказать спасибо кто их разберет наверное они просто пока не умели этого делать однажды на луне родился необычный малыш я родился и случилось так что он попал на землю где нашел много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем носок а а а шершуля шершуля вставай наше белье ветром унесло надо его найти а 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 и а красиво доброе утро дядюшник а что это вы делаете да это я вышел а тут вот э это же вещи бабы капы а я как раз к ним иду ну тогда заодно и эту возьми мне чужого не надо а а а Какие красивые. Ты бы отнес белье Баби Капи. Она, небось, волнуется. Хорошо. Шершуля, а ты хорошо искал? Да, его нигде нет. Бабуля, дедуля, смотрите, что я принес. Это ты, Лунтик. Где ты это нашел? Это мне дядя Шнюк дал. А мой любимый носок? Носок? Видишь, один на мне, а второй пропал. Какой красивый. У дяди Шнюка тоже много красивых носков. У Шнюка? Ага, вот здесь они и висели. Здесь, да? Наверное, Шнюк его уже нашел. Ой, я влип. Эх, опять такую красоту порвали. Надо извиниться. Мы ведь нечаянно. Он сейчас злой. Может, позже? Ой, а я хочу сейчас. Хочешь, я из-за тебя извинюсь? Да. Спасибо, Лунтик. Может, ты про носок спросишь? Хорошо. А ведь я и сам могу посмотреть. Шнюк когда-то звал меня в гости. Вот я и зайду. Простите нас, пожалуйста, за паутину. А кого это нас? Меня и деду Шера. Это все из-за носка. А при чем тут носок? Быстренько проверю и уйду. Думаю, ничего страшного не случится. О, шкаф. Наверняка носок здесь. Ой, это просто зеркало. Так, носков нет. Знаете, он такой полосатый. Желтенький. Не помню такого. Ну, хочешь, пойдем вместе посмотрим? Угу. У меня носки в твоей комнате. Ой, Шнюк. Ой, у вас так темно. Не бойся, заходи. Ой, дедуля. Зачем ты туда залез? Что? Что ты делал у меня дома? Гость пришел. Что это за фокусы? Мой носок. Видно, я с просонья натянула оба на одну ногу. Ты забрал мое окно, а я заберу твой носок. Пусть теперь извиняется, а то носка ему не видать. Да, забираться в чужой дом нехорошо. Какие красивые. Да, Шнюк теперь со мной разговаривать не будет. Он тебя обязательно простит. Надо только извиниться и починить окно. Зачем пожаловали? Прости, сосед, виноват. Очень хотел свой носок найти. Ладно, на этот раз прощаю. Держи. Генерал Шер так обрадовался, что даже забыл про сломанное окно. Спасибо, сосед. Ну, я пошел. Деда, а раму починить? Ой, да, совсем забыл. Ну, где там окно? Вот. Так и закончилась эта история с пропавшим носком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова